Всем привет, дорогие друзья, с вами Феостон, и сегодня, в общем, решил записать такое небольшое видео о том, как я снимаю видео. Не знаю, это как бы, это не то, чтобы какой-то гайд обучения, потому что у меня работа такая, как правило, дилетантская, и обычно я вообще ничего не делаю, чтобы снимать видео, кроме того, что жму кнопку записи и снимаю свой игровой процесс, болтая в этот момент. Но иногда по каким-то мелочам, бывает, заморачиваюсь. В общем, смотрите, я сейчас вернулся из отпуска и хочу снять такое небольшое видео о том, как я провел отпуск. Накидать туда маленько каких-то кадров, которые я в отпуске наснимал. Но вначале я хочу говорить на фоне заставки с летящим самолетом, таким, облачками. В общем, сейчас попробую всем этим делом в таком режиме онлайн заняться. Для этого мне потребуется две программы, в которых я работаю. Это, во-первых, Sony Vegas, хотя, знаете, я сейчас хочу помаленьку переходить уже на Adobe Premiere, потому что с Vegas часто у меня в некоторых моментах встречаются проблемы. Но пока что я еще в Premiere не разбираюсь, поэтому начнем с Vegas и, в общем, Photoshop, да. Ну и также нам потребуется просто Google, потому что, смотрите, я хочу, чтобы у нас в нашем небольшом видео летел самолет. Вот. Самолет я, конечно, там рисовать не буду, я просто найду, знаете, вот картинку самолет PNG. То есть просто в гугле вбиваем, что нам нужен PNG-шник. PNG-шка это, как правило, такая картинка, которую можно потом вставить. И смотрим здесь, вот именно выбираем раздел картинки и смотрим, какой самолет нас устроит. Какой в полете будет неплохо выглядеть. Мне кажется, вот этот может неплохо выглядеть, да, если его развернуть, потому что я хочу, чтобы наш самолет был с другой стороны. Ну, может быть, вот какой-нибудь такой самолет. Не знаю, сейчас посмотрим. Правда, он с шасси, но это не суть важная. Я как бы не хочу сейчас заморачиваться. Так, Air France. Франция, Франция. А здесь это без опознавательных знаков. Ну, давайте, допустим, у нас будет вот такой самолет. Выбираем, смотрите, как сохранить картинку, как, ну, там, сохранить картинку, как, вот, допустим, самолет, да. Нормальное сохранение. И вот этот самолет мы вставляем сейчас в Photoshop. Да, окей, вставляем. Так, нет, нет, погодите. Давайте создадим новый файл 1920, допустим, на 1080, чтобы примерно представлять, какие у этого самолета будут границы. И смотрите, вот, теперь его сюда вставляем без этих всяких там кубиков. Вот такой у нас будет самолет. Это вот, вот эта картинка, она нам показывает, какое будет наше видео по размерам. То есть мы самолет тоже можем увеличить, если мы хотим такой самолет побольше, чтобы его можно было разглядеть. Ну, допустим, вот такой примерно я хочу самолет. Да, окей, он меня устраивает. Убираю фон и сохраняю эту картинку, как, ну, я не знаю, я ее сохраняю, опять же, в формате PNG. Как, ну, допустим, C1 она у нас будет, эта картинка, называться. И теперь в свое видео я эту картинку вставляю. Вот так вот. Все, перенесли ее сюда. Маленько можно продлить. Потом, смотрите, этот самолет, он у нас будет, да, где-то вот здесь в видео находиться. Я, допустим, может быть, хочу, чтобы он делал хотя бы вид, что этот самолет летает. Поэтому я вот здесь вот жму на квадратик и маленько сейчас мы это дело изменим. Смотрите, мы меняем положение самолета. Он у нас, допустим, будет вот здесь вот внизу, да. Ну, вот так вот. Вот можно посмотреть, где он примерно будет вот здесь. Но вот к этой минуте, я не знаю, сколько это вообще времени. Ну, допустим, вот к этому моменту он маленько приподнимется. Даже, знаете, чтобы он не ездил вперед-назад, мы вот так возьмем и вот просто. Вот настолько он приподнимется. Блин, нет, 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 погодите. Вы что делаете? Не сейчас, не сразу приподнимется. Так, ладно, давайте. Вот смотрите, сначала вот так он будет, а вот к этому моменту вот это место приподнимется вот досюда. Потом, короче, здесь он маленько зависнет в этом положении, поэтому я Ctrl-C, Ctrl-V делаю. И вот опять же возвращаю вот эту точку куда-нибудь вот сюда. Теперь смотрим, как это будет. Смотрите, вот самолет, и он такой поднимается. Может быть, даже слишком быстро поднимается. Да и некрасиво, что он так, так, погодите, сейчас мы сделаем маленько по-другому. Во-первых, мы сделаем, чтобы он поднимался не так быстро, и мы, наверное, маленько поменяем. Здесь он будет все-таки не так низко, а чуть выше, а вот здесь он будет чуть ниже. Чтобы у него не такой большой разброс был, чтобы он по всей этой не ходил. Вот так вот тогда будет. Потом, получается, мы вот эту клетку сюда вставляем, а вот эту клетку вставляем сюда. Вот, чтобы у него поменьше была амплитуда. И, наверное, я его чуть-чуть растяну, чтобы он не так быстро летал вверх-вниз, а то это будет совсем уж некрасиво. Вот, наверное, как-нибудь вот так. Потом все это можно скопировать, как вариант, и вот так вот он понавставлять. Да, смотрите, смотрим, что у нас получилось. У нас такое сегодня. На быструю руку, ну, что-то маленько, да, там самолет ползет вверх, да, там потом будет маленько опускаться. И так будет по кругу. Ладно, бог с ним, пусть будет. Да, кстати, здесь можно было даже маленечко не так сделать, как я вот сейчас делал. Он маленько опускается, и потом ему можно еще вот в этом положении тоже чуть-чуть, когда он опустился, зависнуть. То есть мы вот это все убираем и опять делаем теперь вот так вот. Опа, это все копируем и вот так вот делаем. С небольшим зависанием, когда он опустится. Чтобы он не опускался вниз, а потом сразу вверх начинал подниматься, это выглядело бы не очень красиво. Оно и все, все равно будет выглядеть не очень красиво, но хотя бы как бы это, маленько. Я обычно не сильно заморачиваюсь по поводу своих видео. Теперь, смотрите, нам нужно будет добавить такой небесный фон. Для этого в фотошопе. Можно где-то скачать, можно самому сделать. Допустим, берем кисть, да, вот как бы какую-нибудь, знаете, да, наверное, я вот такой кистью и возьму. Вот какая у нас была, вот такой вот большой, большую кисть. Какой-нибудь такой, знаете, цвет, что-нибудь такое, может даже вот такое маленькое. Видите, и вот здесь вот в параметрах кисти выбираем не сильный нажим, то есть такое вот небольшое небо. Можно там как бы немного такого синевы, да, добавить. Короче, сейчас мы небо, так, на белом фоне небо, наверное, будет смотреться лучше. То есть на белом непрозрачном. Так. Мне кажется, надо больше такое, да, голубое небо светлое сделать как-то. Ну, мы разные размывы делаем, чтобы это все было, ну, как бы такое, прям небо неоднородное. Вот мне кажется, уже неплохо выглядит такое, да, похоже на небо. Отлично. Берем это все и сохраняем как... И очередной ПНГшник. Так, ПНГ, ПНГ. Допустим, С2. Мне даже вот лень там что-то, я бы мог там свое видео, вот это, о том, как я делаю видео, монтировать, обрезать. Вот полностью вам показываю рабочий процесс. Теперь берем этот С2. Где у нас этот С2? Погодите, я же сохранил. Где ты? С2. А, вот оно, оно не сразу появилось. Смотрите, что я сейчас ошибся. Я его сохранил вот с этим самолетом. Самолет надо спрятать. Самолет мы спрятали. И теперь вот этот ПНГ без самолета сохраняем как С2. Нам нужно, да, чтобы это были разные слои. Вот. Теперь мы этот С2... Эй, С2, должно обновиться. Что-то оно как-то медленно сейчас работает. Вот, обновилось. Теперь выкладываем этот С2 сюда. Вот, у нас теперь уже самолет на таком небесном фоне. Ну, мы же не поймем, что он летит, если он будет просто по этому небесному фону вниз-вверх летать, да? Это значит, что нам нужны небольшие облачка, которые будут пролетать мимо этого самолета и создавать такой своего рода, как бы, эффект движения, да? Облака. Ну что, мы опять же можем обратиться к гуглу. То есть, мы можем обратиться к гуглу, сказать, что нам нужно, как, облачко, облако. Так, погодите. Облако ПНГ, да? То есть, вот. Мы можем взять какие-то отсюда какие-то облака, я не знаю, или какие-то такие мультяшные облака. Я даже не знаю, какие будут лучше. Даже вот, знаете, пока что не представляю, что нам будет лучше. Это, наверное, слишком круто. Ну, давайте посмотрим, что нам тут предлагают. И вообще, ПНГшки это или нет? Потому что они на фоне должны быть вот на таком с квадратиками. Потому что вот это уже я запарюсь потом обрезать. Ну, не знаю. Может быть, знаете... Вот это, конечно, это красивые облака, я считаю. Но мне кажется, они будут выглядеть слишком, если мы их добавим к себе. Короче, я тут попробовал всякие эти облака. Покачать, повставлять. Не, нифига. Я думаю, нам все-таки надо рисовать свои облака. Ладно, смотрите. Создаем новый слой вот здесь. Вот и жмем на этот листочек в фотошопе. Да? И примерно представляем, как будет выглядеть. Ну, наши облака, они будут полностью белые. Полностью белые. Или даже, можно сказать, с такой небольшой, ну, вот такой вот голубинкой. Рисовать их будем. Может быть, той же самой кисточкой. Так, нет, нет, нет. Надо белее. Белее наши облака сделать. Лучше мы у него сделаем потом границу. Нажим, да. Более крутой. Прям такой нажим стопроцентный. Может быть, не стопроцентный. Может быть, маленечко такой все-таки разбавленный. Давайте там попробуем 60. Здесь 60. Допустим, вот такое облачко, да? И кисть, которой мы будем его рисовать. Я, если честно, не все кисти знаю. Но сейчас что-нибудь подберем. Так, так, так. Может быть, да. Может быть, что-то такое. Я еще хочу здесь в эффектах. Ну, давайте вот для начала попробуем. А потом уже будем что-то менять. Так, для начала попробуем вот такую кисть. Обычную, круглую. Допустим, у нас вот такое вот облачко, да? Пролетать будет. И я хочу ему в параметрах наложения добавить какую-то, допустим, там... Не то чтобы обводочку. Может, конечно, и обводку снаружи. Нет, это нифига не получится. Потому что оно без четкого контура. Ну, может быть, какой-то глянец. Я не знаю, не глянец, не прозрачный. Но что-то такое, чтобы у него не была однородная текстура. Мы сейчас что-нибудь помучаемся. И, может быть, придумаем. Глянец при этом будет, конечно, какой-то светлый. Такой облачный. Может быть, вот такой. Может быть, какой-то вот такой. Непрозрачность глянца у нас будет неполная. Ну, допустим, вот... Я даже не знаю. Допустим, вот так как-нибудь. Такое вот облачко у нас будет рисовано. Можно там, знаете, еще что-нибудь. Какой-нибудь градиент там придумывать. Я не знаю. Узор, внешнее свечение. Кстати, со свечением я даже не знаю. Можно маленько сделать, чтобы тучки светились. Чуть-чуть. Я не знаю. Если вот такая тучка будет пролетать по нашему небу. Как вы на такую тучку смотрите? Ну, мы видите, что... В чем хорошесть этого дела. Давайте сейчас попробуем другую, допустим, тучку. Вот с такой кистью. Но мы ее как бы это... Вставляем на новый слой сначала, да? Допустим, вот такая тучка. А потом копируем стиль предыдущей тучки и вклеиваем сюда. И смотрим. Ну и вот, смотрите. В принципе, эффект, мне кажется, нормальный получился. Теперь нам надо этих тучек наклепать побольше. То есть мы создаем новый стиль. Ой, новый стиль. Новый слой. Допустим, делаем вот так. Вклеиваем стиль. И создаем так опять новый слой. Сейчас мы вот так вот наделаем этих тучек побольше. Всяких разных, чтобы... Ну, чтобы наш, когда самолет будет лететь, чтобы тучки, они... Ну, не то чтобы не повторялись. Теперь смотрите. Мы все эти тучки... Ну, то есть убираем фон. Мы убираем весь фон. Мы все эти тучки. Сейчас надо каждую из них... Это такой небольшой геморрой. Но каждую из них надо будет сейчас сохранить в отдельный PNG-файл. И мы их будем потом закидывать в наш Sony Vegas. То есть мы берем каждую тучку и сохраняем сейчас. Файл сохранить как... PNG. Ну, что это тучка? Мы назовем ее буквой T. Вот так вот. T-1. Сохранить. Да, сохранить. Потом берем следующую тучку, делаем видимой. И сохраняем как... Можно как бы в ту же папку. Мне, кстати, не нравится, что всегда приходится выбирать, что файл PNG. Лишний геморрой. Тире 2. Сохраняем. Так, ну вот, ребятки. Сохранил я все тучки. Причем я их заново сейчас начал сохранять. Я, знаете, я их решил перетащить все в правый нижний угол. Перед тем, как сохранять, я сейчас объясню, зачем все это нужно. Потому что, ну, сейчас это будет нагляднее на Sony Vegas. Мы все эти тучки сохраняли, чтобы сейчас перетащить в Sony Vegas. Теперь смотрите. В Sony Vegas мы создаем много новых видеопроектов. На самом деле, вот когда ты начинаешь вот такие вещи мутить в Sony Vegas, там много, безумно много каких-то видеодорожек, аудиодорожек. Когда делаешь громоздкие проекты с кучей там разных прибамбасов, там, я не знаю, кучей видео, которые наслаиваются одно на другое, у меня часто Sony Vegas начинает выдавать всякие это. В общем, начинает говорить, что ему это не нравится. Ну, вот смотрите. Теперь мы все эти тучки сюда закидываем. В итоге у меня получилось 8 тучек. И мы их сейчас всячески там по-разному будем использовать. Почему я их все перетащил в один угол? Это для того, чтобы мне было проще с ними работать. Потому что, смотрите, у меня так бы изначально одна тучка была бы здесь, да, допустим. Другая тучка здесь, третья здесь. И, а мне надо им задать движение. Для этого мне нужно, смотрите, как сделать. Сначала мне надо утащить ее туда за кадр. Да, допустим, я ее утаскиваю туда влево. Потом мне нужно, чтобы она из-за этого закадровья вылетела вот сюда к нам на экран. Да, то есть, чтобы она хотя бы, ну, вот, пролетела влево. Для этого я, видите, я вставляю вначале, где она будет, тучка. Она будет вот там, за кадром справа. И в конце я вставляю, где я хочу, чтобы она закончила, эта тучка. Так, погодите, погодите. Вот так вот туда. Что-то я запутался. Нет, я хочу, чтобы эта тучка закончилась за кадром вот так вот слева, да. То есть, вот. И когда я теперь включаю видео с этой тучкой, она вот, видите, пролетает. Теперь, смотрите, я ко всем облакам, которые были до этого, могу применить этот самый эффект. Чтобы они вылетали вот именно там, снизу справа, потом залетали туда вниз влево. Смотрите, я беру и ко всем этим облакам применяю этот самый эффект. Ко всем нашим восьми, да, облакам, которые мы нарисовали. И поэтому мне удобно. То есть, я вот, смотри, у меня одно облако вылетело, другое залетело, другое вылетело. Они все выглядят примерно одинаково. Теперь я беру все эти облака, еще раз копирую, вставляю сверху, но делаю чуть-чуть иначе. То есть, допустим, я хочу, чтобы оно вылетало не здесь, не вот снизу, а маленько повыше, да, допустим. Ну, допустим, в самом верху. Я вот это все опускаю чуть ниже. Копирую это сюда и увожу это дело отсюда. Вот туда, вот, за тучку. То есть, тучка у нас теперь будет следующая пролетать сверху. Вот так вот у нас тучка пролетает. Давайте посмотрим, как она пролетает поверху. Да, вот тучка пролетает поверху. Теперь мы вот это все опять же копируем, тучку пролетающую поверху, и вставляем это к другим ко всем тучкам. Теперь мы еще раз вот это все дело копируем, вставляем сюда, и нам нужно, чтобы тучка летела по центру. Облачко, тучка, ладно, неважно. Смотрите, берем, и вот этот уже фрейм, мы его смещаем вот так вот, да, чтобы тучка была где-то примерно в центре экрана. То есть, вот так вот. И теперь этот фрейм мы копируем вот сюда. Так, эй, ты копируешься? Что-то он нифига не копируется. Может, я Ctrl-C не знаю? Ctrl-C, Ctrl-V, вот. И просто перетаскиваем его вправо, чтобы тучка улетала слева направо. Или наоборот, справа налево. Вот, все, отлично. Теперь мы этот эффект берем. Кстати, там, по-моему, как-то, если я не ошибаюсь, я, по-моему, зря это сейчас парюсь. Там, по-моему, как-то можно, знаете, как, копировать, я вот точно не помню. Потом ты берешь, как бы, ну, я точно знаю, что визуальные эффекты можно ко всем применять. Кусочком видео. Paste Event Attribute. Сейчас проверим, сработает это, нет? Да, сработает, вот, точно. Я зря парюсь. Можно вот сделать, чтобы все тучки летали одновременно. Вот, и теперь единственное, что нам нужно, чтобы это не было вот так вот, как это сейчас, просто их, как попало, перемешать. То есть, здесь одна тучка вылетает, там, здесь другая. То есть, просто как попало. Знаете, как попало это дело, перемешиваем, чтобы у нас был какой-то, ну, чтобы наше небо было таким, знаете, случайным. То есть, мы можем это все сейчас замиксовать. Как, 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 вы знаете, как на душу ляжет. И, знаете, в природе же есть какой-то элемент неожиданности, да? И вот нам надо так же, чтобы все у нас как-то рандомно было. Ну, я не знаю, допустим, допустим, вот так я намиксовал, да? Сейчас посмотрим, что из этого вышло. Вот, так, 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 давайте даже так, давайте сейчас сохранимся, потому что может вылететь что-нибудь, проект поломаться. И на весь экран. Поехали. Вот наш самолет летит. Ну, где-то он просто летит, да? Где-то вон там облачка вылетает. Сразу по-два они, кстати, вон наслаиваются даже друг на друга маленько. Можно было там сделать, чтобы облачка, я не знаю, там, тень отбрасывали. Одно облако будет отбрасывать тень на облако. Другое, которое по низу будет идти. Это что, опять склеен эту? Или это я такую и нарисовал там тучку? Вот здесь две тучки сразу поверху пошли. Ну, так случайно получилось, да? Ой, вот эта тучка что-то мне не нравится. Это я такую некрасивую тучку нарисовал, да? Ну, в принципе, в принципе, бог с ним. Пусть будет так. Здесь сразу две тучки по центру получилось. Здесь опять по центру. Можно как бы еще больше разнообразия было принести. Где-то там по низу, ой, где-то там сделать. Ну, я сделал по низу, по верху и по центру. Можно было сделать, чтобы там между верхом и центром, между низом и центром. Ну, чтобы как-то больше какого-то разнообразия. Но, в принципе, меня и так устраивает. Если где-то не устраивает, как выглядит, ну, допустим, такое, что-то здесь много. Ты можешь вот это маленько сдвинуть, да? Чтобы это все-таки появилось потом. Или, допустим, меня не устраивает, да? Вот эти две тучки, которые вот по низу и опять по низу накладываются друг на друга. Пускай лучше здесь какая-нибудь тучка, вот опять же, по низу. Надо было их как-то даже перемешать, чтобы они все-таки вылетали. А то, получается, по низу, по низу у нас идет еще раз по низу. То есть где-то лучше все-таки там какую-то тучку, которая идет поверху сюда пустить, а по низу куда-нибудь сюда утащить. Ну, короче, понимаете, да? Вот это что? Это вообще некрасиво. Тем более они одинаковые. Тем более мне их надо было перемешать, знаете, ну, как бы больше перемешать, чтобы они там разные были. Вот теперь я вот, смотри, могу вот так быстренько промотать. В принципе, пока что, да, устраивает. Хотя нет, вот это не устраивает. Во-первых, это одинаковые тучки, поэтому мы вот эту лучше в конец утащим, а сюда притащим какую-нибудь из конца. Это чуть попозже пустим. Вот сверху, снизу. Опять снизу пошла. Она уйдет сюда, допустим, а здесь появится вот это. По центру. По центру. Так, нет, нет. Две по центру не надо. Там что-нибудь. Давайте вот чуть-чуть выше, да. Тут начинается. Вот как бы вот так. Опять же, две почти одинаковых идет. Все, можно вот так по это помучить здесь и сделать в итоге более красивую картинку, нежели то, что у меня получилось изначально. Вот, я считаю, уже хорошая картинка. Осталось только, знаете, что-нибудь там наложить музыку или наложить звук еще мотора. Вот где вообще взять звук мотора, да, допустим. Я, как правило, знаете, вот это мне кажется проще ВКонтакте. Вот всякие звуки легче всего, мне кажется, искать ВКонтакте. Не, наверное, где-то еще, но я вот обычно, если мне надо какой-то звук найти, я ищу ВКонтакте. Звук. Просто беру звук самолета. Набираю. Смотрите, смотрим. Ну, это звук взлета, да? Там звук падения, звуки войны. Но если вот так покопаться, можно найти интересный звук. Так, ну что сказать, ребятки. Недолго я искал, вот, в принципе, тут пробежался маленько, через один щелкал. И вот, мне понравился звук. Я сразу решил посмотреть. 7 минут идет с лишним. Ну, как бы мне показалось прикольно. И стюардессы там что-то говорят, и звук двигателя самолета слышно. Я решил, ну, атмосферника, создают атмосферу. Конечно, ВКонтакте как бы сразу скачивать нельзя, но если вы скачаете специальное расширение или там специальную программу, то можно скачивать музыку с ВКонтакте. Я не буду сейчас заморачиваться, рассказывать, как это делать, тем более, что я этого не помню. Это просто загуглите там, как скачать музыку с ВКонтакта. Вам откроется миллион вариантов. У меня вот это как бы вот так выглядит. Я сразу качаю музыку и теперь закидываю ее сюда себе на видео, да. Давайте смотрим, как это выглядит. Ну, вот нормально. Мотор шумит, что-то там стюардесса говорит. Единственное, что для такого полного какого-то погружения, для красоты не хватает, мне кажется, какой-нибудь такой хорошей музычки. И у меня есть одна музычка сейчас на примете. Я вот недавно Adobe Premiere Pro, я же говорил, что сейчас хочу маленько покопаться, освоить его. И я вчера вот его скачал и там смотрел. Там есть вот эти обучающие видео. И там в обучающем видео, как типа разобраться в Adobe Premiere Pro, такая неплохая музычка была приятная. Сейчас я попробую найти, где она находится и добавить ее в свое видео. Так, вот, видите, здесь как бы обучающий ролик. Типа, как начать работать в Adobe Premiere Pro. Ну, это как бы вот их обучающие материалы, но музычка прикольная. Так, можно, наверное, здесь я где-то видел. Вот, так, показать в проводнике, где этот аудиофайл находится. И вот он у нас, да, ну, или вот какой-то этот, Going Home SFX. Going Home, наверное, вот это все-таки. Давайте сейчас попробуем. Сюда его выкладываем на панель. Да, вот он, это он. Единственное, что чтобы музычка была погромче, а это вот как бы шум самолета все-таки таким фоновым, вот так сделаем. Потише это все. Вот как-то так. И музыка, наверное, будет у нас начинаться не сразу, а чуть-чуть попозже. Там чуть-чуть потараторит это, про свое добро пожаловать на рейс и так далее. И вот тут музычка, да, начинается. Вот, по-моему, вообще неплохо. Теперь, смотрите, теперь просто берем и смотрим, что у нас, ребята, получилось. Вот это можно удалить, в принципе. И тут можно было бы удалить. Ну ладно, достаточно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин В общем, как видите, ребятки, получилось так довольно-таки дилетантски, но, как бы это, тем не менее, смотрибельно. И, знаете, я как бы, поэтому я не делаю это как какое-то обучающее видео, как работать в Sony Vegas. Я, на самом деле, большую часть функционала Sony Vegas вообще не знаю и в нем не сильно разбираюсь. Я просто показываю, что вот создание чего-то подобного, это не сильно сложно. Это, в принципе, можно вот так на коленке накидать и получается смотрибельно. Маленько, как бы, своего рода показать, как я работаю. Вообще, я сейчас хочу, конечно, вот, как я уже говорил, в премьере поработать, потому что, знаете, не то, чтобы вот мне в Sony Vegas что-то, но, как бы, во-первых, говорят, что премьера, он более профессиональный, а, во-вторых, почему я все-таки хочу поработать в премьере, потому что в Sony Vegas, вот я сейчас, опять же, хочу сделать видео из отпуска с небольшими вставочками. Я не знаю, как сейчас себя поведет Sony Vegas, но обычно, когда я вставляю в Sony Vegas видео, которые были сняты на телефон или кусочки видео, скачанных там с YouTube каких-то, да, там, которые мне нужно вставить в свое видео, у меня часто Sony Vegas в этих случаях начинает, там, что-то лагать, тормозить, вылетать, и иногда бывает так, как бы, что видео сделать получается, но при этом приходится его каждые 5 секунд сохранять, на случай, если оно вылетит, чтобы потом открыть его и опять продолжить работу, не теряя прогресса. И иногда это доходит до абсурда, что там, допустим, Sony Vegas, особенно вот, когда именно видео с телефона, когда я в него загружаю, не знаю, он почему-то начинает конфликтовать, и начинает вылетать чуть ли не каждую минуту, и вот процесс создания видео с использованием видео, снятых на телефон, превращается просто в какой-то ад, и я просто надеюсь, что с премьером такого не будет. Хотя, не знаю, посмотрим. Вот, а у меня на этом все, в принципе, спасибо вам за просмотр, не знаю, пишите, что об этом думаете, у меня таких видео в таком формате, в принципе, не выходило никогда, было ли вам это интересно посмотреть. А у меня на этом все, до новых встреч, друзья!